Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа В сегодняшнем евангельском чтении мы были научены тому, что есть страх И как к страху нужно относиться 1 октября 2023 года в неделю 17 по Пятидесятнице Святейший Патриарх Кирилл осветил храм святого равнопостольного великого князя Владимира в Анапе И совершил божественную литургию в новоосвященном храме Страх вообще защитная реакция человеческого организма Если бы, наверное, не было бы страха, то было бы много несчастных случаев, несчастных жизней Как в масштабе личности, семьи, так общества, да и всего земного шара Страх удерживает человека от многих неправильных поступков Но есть страх, который очень опасен Который сковывает волю Которая мешает человеку духовно развиваться Вот такой страх Это некое орудие в руках дьявола Мы знаем, что когда церковь наша проходила через времена гонений, испытаний То многие, как мы говорили, страха ради иудейских Переставали ходить в храм Осенять себя крестным знаменем Носить крест Да и многое, что делали Хотя в душе оставались верующими Но скованные страхом Не делали ничего, как бы для того, чтобы душу-то свою спасти Вот такого рода страх Является очень опасной человеческой эмоцией И в плане спасения души Но и в плане достижения очень многих важных жизненных целей Страх у человека, защищающего родину Может принести огромные страдания множеству людей Ведь именно часто страх является действующей силой Подвигающей человека к измене Своей присяге К оставлению своего долга И это не только ведь на поле брани происходит И не только среди тех, кто призван защищать родину Но как много и как нередко Страх искажает человеческие отношения Вносит подозрительность, недоверие И разрушает действительно здоровую ткань этих отношений Но есть страх Еще раз хочу сказать Святой страх Страх Божий Но ведь страх Божий Это не эмоциональный страх Мы ведь от страха не сотрясаемся Как к кадыку кони подходим Или к святым мощам Или тем более к причастию святых христовых тайн Никто ведь не испытывает Этой опасной и вредной И губительной эмоции страха А что же здесь за страх А здесь осознание больше, чем эмоциональный страх Осознание того, что нельзя совершать чего-то, что вопреки воле Божией Нельзя приходить к святой чаше, не освободив свою совесть Святым исповеданием и признанием своих грехов и своей вины Нельзя, не опасаясь за будущее семьи Вести себя Ну, очень и очень легкомысленно Неоправданно, рискованно Так, что это иногда приносит Приносит в семью разрушение Вот если бы страх в данном случае превалировал Если бы он управлял человеком Страх потерять семью Так ведь, может быть, от многих грехов бы этот страх оградил Другими словами, страх может быть в погибель себя, своих близких, родных В погибель самой Родины В разрушение даже Церкви, как это было в истории Когда страха ради люди входили в ереси и расколы Но также страх может быть и спасительным Если речь идет о страхе пред Божьим вздовоздаянием Пред Божьим судом и перед своей совестью Господь учит нас тому, что даже и страх Как бы вот эта слабая, негативная человеческая эмоция Может быть во спасение И дай Бог, чтобы в наших с вами сердцах Не было страха пред людьми Особенно ложного страха Как это не бывает иногда у людей Желающих сделать карьеру И вот выстраивающих лицемерно отношения с сильными И мира сего опасаясь, то есть боясь, проникаясь страхом Что какая-то небольшая ошибка, погрешность Может помешать им делать карьеру Вот такой страх от лукавого Такого страха не может быть у человека, который живет по совести Который с открытым сердцем и открытым чувством Своем любви и уважении относится к другим Поэтому страх и в спасение, и в погибель Вот дай Бог, чтобы мы овладели этим страхом во спасение Страхом совершать грех Страхом приступить к Божий человеческий закон Страхом обидеть или нанести какую-то рану ближним Но чтобы у нас не было страха Тогда, когда мы защищаем Родину Когда мы отстаиваем правду Когда мы защищаем слабых Вот тогда нужно изгонять страх Ибо он становится губительный для нашей души Опасной человеческой эмоции Вот всему этому мы сегодня научены И давайте вот еще и еще раз Примем им умом сердцем Что страхи бывают разные Один страх, страх пред Богом Ведет человека к спасению А страх перед людьми в большей части случаев Ведет к личным, семейным или даже общественным непорядкам и недугам Пусть Господь нас, верующих людей Доверяющих своему Господу и Спасителю Сознающим, что в Его словах заключается величайшая мудрость Способная нас провести по жизненному пути Невзирая ни на какие страхи Помогающая нам действительно соблюсти все то, что Бог от нас требует Чтобы и здесь быть благополучными И добрыми по отношению к тем, кто нас окружает Но и в веки будущем обрести спасение Пусть благословение Божие пребывает над всеми нами Верующими людьми, призванными иметь страх Божий в сердце И ни в коем случае не долженствующие иметь никакого другого страха Но укрепляясь верой и надеждой Без страха, с упованием на волю Божию Идти по жизненному пути Да помогает всем нам Господь именно так, а не иначе Идти той дорогой, которую Он нам указывает И целью которой является спасение в Царстве Божием Аминь! С праздником всех вас поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok